В городском театре действующие сотрудники ветерана МВД, сотрудники городской администрации, а также представители территориального общественного самоуправления, которые звонят участковым, если где-то проблемы в семье или просто нужно усмирить дебошира. Это наши ребята, которые всегда на связи. Если не могут ответить, перезвонят обязательно. Очень внимательные, очень порядочные ребята, которых хочется действительно от души поздравить с таким замечательным праздником. С огромным уважением отношусь к нашим ребятам, которые именно работают в силовых структурах. В зал вносят флаг Российской Федерации. Звучит государственный гимн. Сегодня в подразделениях Министерства внутренних дел города-курорта работают более 500 сотрудников. 49 из них получили почетные грамоты и благодарственные письма главы муниципалитета и городского совета. Вы мужественные люди. Вы поддерживаете право порядок в городе-курорте. Город-курорт это еще миллионы отдыхающих. И здесь у нас тоже порядок. Я хочу поблагодарить вас за это. И пожелать вам хорошего крепкого здоровья, терпения, тепла, семейного уюта. Всего вам самого хорошего. Служба в органах внутренних дел требует от человека особых качеств, преданности, уверенности. Очень много знаний. Вы наверное знаете о том, что только ваша и прежде всего ваша заслуга в том, что город-курорт Анапа все в Российской Федерации считают безопасным городом для отдыха. Это конечно же большое достижение. Глава города-курорта вручил начальнику полиции Анапы Андрею Терехину почетную грамоту. Юрию Полякову подарили книгу об истории охраны правопорядка в Анапе, начиная с середины 19 века и по сей день. С особой благодарностью я хочу обратиться к сотрудникам полиции Анапского гарнизона. К тем, с кем мы ежедневно ведем борьбу с преступностью, храним порядок и покой в нашем городе. Перед нами стоит множество сложных задач, поэтому нам необходимо повышать свой профессиональный уровень, осваивать новые формы и методы работы. В системе остаются только те, кто предан своему делу, обладает силой воли и мужества. Желаю вам сохранить свои лучшие качества, передать их молодому поколению, а тем сотрудникам, которые только начинают свой жизненный путь в системе МВД. Хочу пожелать, чтобы помнили, что от вашего профессионализма, человечности, порядочности зависят судьбы людей. Минутой молчания почтили сотрудников, погибших при исполнении своего долга. К монументу в сквере боевой славы отправили памятную корзину с цветами. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Известную всем песню слушали стоя. Затем также песни вспомнили героя России Магомета Нурбангандова из Дагестана. Того самого, который перед смертью произнес «Работайте, братья». Мы с тобой за этот город отвечаем, отвечаем за спокойствие людей. Слова из старой песни почти как девиз. Пожалуй, именно в этом и состоит каждодневная работа сотрудников полиции.